Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях курсанты гражданско-патриотических клубов «Тайфун» и «Вятичи» культурно-досугого центра «Молодежная». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Рады видеть вас в нашей студии. Совсем недавно вы вернулись в город. Это лето было очень насыщенным для вас. Илья, давай начнем с тебя. Расскажи, где удалось побывать, какие вершины покорить? Нам удалось побывать в Лобинске. Первый раз, когда мы там были, мы посетили школу, вторую Лобинскую, имени Героя России Маринкова. В горы мы ходили, спускались с них, в пещеры ходили, посещали водные пещеры. С какими трудностями столкнулись в походе? Жара. Было очень жарко. Трудно было подниматься по вершине. Как прокладывали себе путь? Кто за что отвечал в этом походе? Ну, у нас, к примеру, у нас был Игорь, он был медиком. Кто за воду отвечал, кто за маршрут. Экскурсовод нас проводил по всем местам, которые он знает. Что удалось посетить, что вы увидели на своем маршруте? Красивый вид с гор. Насколько понравился тебе этот поход и насколько было в нем сложно? Или наоборот, все было легко? Было очень сложно, но очень понравилось. Ну, а что понравилось? Как мы поднимались в горы, как мы спускались с них на веревках. Было очень прикольно. Смотришь вниз, а там просто обрыв. И ты спускаешься, боишься одновременно и одновременно не боишься. Но все равно спускаешься. Потом еще раз и еще раз. Диан, ты тоже улыбаешься. Я знаю, что вместе с Ильей тоже была в этом походе. Вот поделись своими впечатлениями. Бери микрофон. Ну, это было достаточно сложно, интересно. Ну, самое, наверное, интересное, это были горы. Горы и пещеры. Подводные пещеры. Когда мы перебирались через них, и там была вода. В последний раз, когда мы ездили туда, то вода нагоняла. То есть нам пришлось перебираться быстрее, потому что вода нагоняла. Сзади был дождь. Вот. Самое интересное, наверное, еще было то, что в первый раз мы спускались 50 метров вниз со скалы. Вот. Во второй раз нас было чуть-чуть больше ребят, поэтому мы спускались по 15 метров, но уже по 6 раз где-то. Во второй раз все-таки было легче, чем в первый. В первый раз я сорвалась. Было такое. То есть отпустила веревку ненадолго. Но потом опять, то есть во второй раз уже все получилось. Страшно не было в этот момент? Ну, было достаточно страшно, но при этом понятие того, что перебороть страх, оно больше как-то идет. Это первый твой поход в горы? Ну, последний поход это был второй поход, потому что до этого мы еще раз ехали в Краснодарский край, и у нас был еще один поход. Чему научила тебя эта поездка? Что ты для себя открыла нового? Ну, скорее всего, это просто опыт. Там, в первый раз все было как-то не очень хорошо и складно, так как никогда не был там. А во второй раз ты уже знаешь, чего надо ожидать и что надо делать. Что нужно взять с собой обязательно в горы? Ну, вы ведь наверняка готовились к этой поездке и существует какой-то определенный минимум набор вещей и продуктов, которые обязательно должны находиться в рюкзаке. Ну, самое главное, нам перед походом выдавали список. В этом списке, конечно же, был фонарик, чтобы в пещерах находиться. Это палатка, спальник, нож обязательно. Потом нам нужны были обязательно аптечка с собой. И... ну и все. Это минимум, который нужен. Поход длился пять дней. Пять дней мы были на базе и там, ну, дорога и так далее. Вот. Ну, не сказать то, что это было все в один маршрут. Это были самые разные маршруты, самые интересные. То есть вы каждый день возвращались на базу, да? Просто день был насыщен разными маршрутами, разными тропами. Да. Ну, в целом, какие впечатления? Все очень понравилось? Да. Горы, они какие? Горы восхитительные. Самое интересное то, что горы могут взлюбить, а могут не взлюбить. А в первый раз, когда вы едете, то во второй вы уже не можете отказаться от них. Все, ты влюбилась в горы. Да. Илья, ну а для тебя, вот что значит горы, что ты чувствуешь, когда находишься там, когда поднимаешься на заветную вершину? Я чувствую себя свободней. Я знаю, что я могу подняться. Я верю в свои силы всегда. Научились дружить в походе? А там без взаимовыручки никак. Это лето было у вас очень насыщенно. Диан, где еще удалось побывать тебе вместе с твоими друзьями? Ну, получается так, что мы же относимся к КДЦ Молодежному. КДЦ Молодежный устраивает акцию как лето. Организация дает возможность бесплатно съездить в какие-либо поездки по Золотому кольцу России. Ну, это лето мы были в Торжке, Тула, Владимир. Мы побывали на трех ратных полях. Бородинское поле, Куликовское поле и Прохоровское. Ну, в целом поездка была очень интересной. Мы были не только на полях, естественно, мы были в разных музеях. Какой город поразил больше всего и, конечно же, понравился, запомнился? Тула. Больше всего мне понравился Тула. С пряниками или самоварами? Ну, на самом деле, всем. А еще там был восхитительный музей оружия. Это был огромный музей оружия. И в конце нам дали возможность полчаса походить по нему. И там было три этажа с оружием. Ну, просто красиво. Но все-таки направленность вашего гражданско-патриотического клуба, она дает о себе знать. Вы умеете обращаться с оружием, часто держите его в руках, поэтому, наверное, и притягивают музей именно этой направленности. Ну, да, это было интересно. Также, ну, скорее всего, было очень интересно посмотреть на самовары, самые разные. Ну, также в прошлом, ну, прошлое лето мы тоже были там же. И все-таки экскурсии отличаются. То есть в этом году экскурсии были гораздо интереснее. То есть каждое лето вы проводите вместе, все эксклубы либо отправляетесь в горы, либо ездите по разным городам, разным музеям, ознакомитесь с историей родной страны. Да. Какие планы на этот год? Ну, в этом году мы еще хотим в октябре съездить в горы, но это уже будет Кавказ. 8 сентября мы поедем на Конный двор. Ну, вообще, очень много походов. То есть еще в январе будет поход, возможно. Диана, сколько лет ты уже занимаешься в клубе и как попало? Ну, полтора года я занимаюсь в клубе. А попало... Ну, вот изначально я просто знала об этом движении. Ну, и стало интересно, поэтому попросила одну девочку, вот как бы меня туда, ну, вот как-то съездить с ней куда-то. Вот. И мы поехали в ДОСААФ. Вот. Там я позанималась физо, там, и стрельбы у нас были. Ну, и я приглянулась нашему тренеру Татьяне, и, ну, она взяла меня. Ну, ты не боялась трудностей, не боялась того, что впереди были походы, ведь это, ну, не так просто. Одно дело мальчишки, а другое дело девчонка. Ну, это было, наоборот, интереснее. То есть как-то, ну, вот, например, в школе ставили в пример то, то, что, ну, вот даже мальчикам ставили в пример то, что вот девочка добилась, а вы как бы нет. Вот. Ну, наоборот, горы, они как-то более хотелось поехать. Даже, возможно, более чем мальчикам каким-либо. Дим, ты совсем недавно вступил в ряды Вятичей. Расскажи, с чего началась твоя история? Ну, я с детства как бы хотел пойти вот по такому направлению, потому что прадедушка воевал, дедушка служил на флоте, и вот предоставилась такая возможность пойти вот сюда. Хочу, чтобы и дедушка гордился, семья, и вот, надеюсь, уже будет скоро гордиться. Какие планы? Пойдешь ли ты в ближайший поход вместе с ребятами? Да, с радостью пойду, жду с нетерпением. Как готовишься? Это будет первый, правильно, понимаете, для тебя поход, поход в горы. Как готовишься? На что вот Сергей Анатольевич говорит, тебе обращать внимание, над чем поработать, что запомнить нужно обязательно? Ну, нужна первая физическая подготовка, снаряжение, ну и тому подобное. А вот вообще физической подготовке большое внимание уделяется вот в вашем клубе? Да. Чем вы занимаетесь? Бег, разминки. Сколько раз можешь потянуться, Дим? Ну, 25 сейчас точно смогу. Как ты считаешь, стоит ли вот вступать вообще молодежи в ряды вашего клуба? Ну, да. Это хороший опыт и новые знакомства. Можно найти хороших друзей, знакомых и хорошо провести время. Диан, бери микрофон. Вот что бы ты сказала тем ребятам, которые, ну, не знают пока, чем им заниматься, у них появилось свободное время, они, например, закончили музыкальную школу и не знают, как дальше это время на что потратить? Ну, все-таки в нашем клубе не только занимаются военным делом, мы еще можем, ну, физическое воспитание, оно тоже дает какой-то плюс. То есть люди, на самом деле, приходят слабые, а уходят сильными. Ну, большинство людей, которые к нам приходят, они, ну, на самом деле, очень интересные. Ну, стоит, вот, стоит ли обратить внимание на ваш клуб и вступить в ваши ряды? Конечно. Ну, это интересно, это познавательно. Ну, никакой другой клуб вам не даст такой возможности, на самом-то деле. То есть, ну, у нас были люди из других клубов, но как-то их это не впечатлило, ежели наш. То есть у вас жизнь очень насыщенная, интересная. Только за лето вы успели дважды сходить и в горы, и посетить огромное количество разных городов, музеев. Я думаю, что предстоящий год будет еще более интересным и насыщенным. Конечно. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Успехов вам, новых достижений, ну и, конечно же, покорения всех вершин. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры подогнал «Симон»